Привет бойцы! Сегодня я сделаю обзор на монаха Шаолинь номер один, по крайней мере он сам себя так называет, который выступает в реальных боях по ММА и кикбоксингу Кей-1. Только Юлонг реальный боец монастыря Шаолинь, или это просто имидж, чтобы привлечь зрителей к своей персоне и боям. Но этот парень дал всем любителям единоборств повод для обсуждений двух вечных вопросов, которые появились вместе с видеомагнитофонами и кассетами с фильмами про кунг-фу, летающих мастеров и Mortal Kombat с огненными ударами. Итак, первый вопрос. Почему монахи Шаолинь не выступают в реальных боях и не покажут обычным людям, что внутренняя сила безгранична и можно стрелять огненными драконами из рук? И второй вопрос. Если бы они все-таки участвовали, смогли бы как в кино одной рукой уворачиваться от всех ударов или бы сразу отгребли с первой двойки? Ну давайте по порядку. Кто же этот Юлонг? Вот что нам говорит о нем Википедия. Лю Илун Юлонг. Имя рождения Лю Синь Цзюнь. Кикбоксер по китайскому Ушу и Сань Шоу, который участвует в боях без правил в полусреднем и среднем весе. Это 70-75 килограмм. Родился в Дэчжоу, Шань Дунь и самостоятельно занимается самообучением в Шаолинь Кунг-фу. Он был чемпионом Гуандун Фашань Интернешнл по Вин Чун в 2007 году. Летом 2009 года он начал сражаться в У Линь Фене. И чемпионы и награды. Чемпион мира CIK 2012, чемпион мира У Линь Фэнь 2014, S1 Муай Тай Супер Чемпион мира 2014, чемпион мира WCK 2015. В медиае про его пребывание в Шаолинь не сказано ни слова. Лишь только то, что он самостоятельно обучался Кунг-фу Шаолинь. Но по такой схеме и учениками Шаолиня можно отнести и меня. С моими дворовыми кентами. Мы тоже смотрели фильмы про Кунг-фу, а потом во дворе самостоятельно отрабатывали навыки Шаолиня. Правда, никто из нас не одевал желтые простыни. Может, поэтому мы и не состоялись как монахи Шаолинь. Но, кроме того, как оказалось, официальный Шаолинь тщательно следит за исполнением своей торговой марки и периодически выступает с опровержениями причастности тех или иных людей к Шаолиньскому монастырю. И после того, как Елонг стал называть себя монахом Шаолиня номер один, спикер монастыря выступил с официальным заявлением. Этот человек не один из нас и никогда не имел отношения к Шаолине. Опровержение, впрочем, не помешало Лонгу и дальше именовать себя первым среди шаолиньских монахов. Но, с другой стороны, такой подход Елонга к боевым искусствам, на самом деле, еще и более вдохновляющий, нежели бы Елонг действительно был бы воспитанником Шаолиньского монастыря. Человек, можно сказать, самостоятельно, без всякой поддержки мастеров монастыря Шаолинь, стал человеком, с которым и ассоциируется именно шаолиньский монах. Мнения бойцов насчет Елонга разделились на два лагеря. Первые считают, что он посредственный ударник с корявенькой техникой Ушу Саньда, который провел 90% боев в Китае, с очень посредственными бойцами и одержал победу благодаря судям, а выступая пару раз с хорошими бойцами, проигрывал. Он не использует в ринке никакого багуа, липких рук, плавных движений и всего того, что нам показывают на демонстрациях в кунг-фу и в кино, а просто рубится, как обычный ударник. Он никогда не принимал участие в серьезных турнирах, типа кунг-унг-файта, к1макс или глори, а все его бои проходили на посредственных турнирах местного масштаба. Все его чемпионства и пояса – это однодневные турниры, с одним боем, за который дают пояс, без рейтингов. В общем, это обычный средняк, который одел желтые штаны, чтобы привлекать зрителей и окружил себя ореолом Шаолиня для маркетинга. Второй же лагерь считает, что Илонг – легендарный боец. Представитель школы Шаолиня, который тренируется по их системе, обладает железным телом – практика железной рубашки и непробиваемой головой – практика стальной башки. Он в боях доказывал, что может выдерживать удары по незащищенной голове, не получая урона. А 61 победа с бойцами со всего мира доказывает его уникальность. Мне бы хотелось подытожить и немного высказать свое мнение. Я считаю Илонга неплохим бойцом, хоть, конечно, и не топом. Это боец местного китайского уровня. Конечно, приписывать ему какие-то сверхсилы Шаолиня бессмысленно, потому что в боях он просто показывает ударную технику представителя Ушу Саньда. Причем, лично, на мой взгляд, довольно корявенько. А Шаолинь – это лишь пиар-ход. У него было два действительно топовых противника. Это Ситти Чай, которому он проиграл нокаутом, и Буакав, с которым было два боя. Первый он проиграл решением судей, а второй выиграл решением судей. Хоть, на мой взгляд, очень спорный. Но стоит отдать ему данное – оба боя с Буакавом он отстоял до конца. Пиши в комменты, что ты думаешь про Илонга, и мы посмотрим, кого больше – фанатов кунг-фу или ударки. Подписывайся на канал, ставь лайк. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok